Здравствуйте, уважаемые читатели газеты Комсомольской правды из сайта КПРУ. Сегодня у нас в передаче неформат, лидер группы Бихан. Бихан Барахов, добрый день. Здравствуйте. Много вопросов. Альбом «Покаяние» он когда, в 2008 году вышел? Он вышел в 2009. Он был записан уже перед самым Новым годом, имеется в виду, окончательно был сведен, сделан. А вышел в 2009. Ну, в общем, если заниматься букваицем, то в 2008 он был готов уже. До 12 ночи, 31. Ну, а что от вас подвигло записать альбом? Да, я все время хотел что-нибудь записать. Нет, был период, конечно, когда уже казалось бы, ну что, писать-то все равно что-то пишешь. Когда что-то там тебя накрывает. А записывать музыку, потому что он, в принципе, так и думал, что. И хотелось врать бессмысленно. Хотелось, конечно, и самому. Ну, и были люди, которые долго. Вот это время, которое называется долго, чего-то ждали, хотели, им нравилось. Я не знаю, что перевесило, остатки моего недобитого тщеславия, или приятность в том, что люди ждут, и желание, так сказать, чтобы... Ну, все это вместе, в общем, такое, как переполучили. Вот этот альбом «Покаяние», он выдержан в вашем, так скажем, классическом стиле, стиле 90-х, или все-таки в нем есть что-то новое, что-то такое, кардинально отличающее? Я просто, к сожалению, не имел возможности. Ну, вот, наверное, правильнее будет ответить на этот вопрос, послушаю, и то, и то. Вот. Мне трудно об этом говорить, потому что, ну, специально следить за чем-то новым и привносить это, потому что это модно и сейчас необходимо, или же оставить то, что было старым, иногда этим будут, типа, смеяться, что какой-то динозавр вылез. Вот этих вот моментов абсолютно не было. Писалось по ощущениям. И, в принципе, я такой человек, что за модой и за всем остальным не следил. На концерте, может быть, приоткроете тайну, что будет исполняться? Какие песни? Песни какие? Ну, что-то из ранее написанного, что-то вот из этого альбома будет, в общем, и вообще, как давно уже действительно не общались с людьми, может быть, там что-то можно будет рассказать и не песнями, какой-то диалог будет, может, что-то в стихах, может, еще какие-то вопросы у людей будут. В общем, такое, хотелось бы такое общение, ну, как сказать, непринужденное, если оно получится. Возьми ярких красок, раскрасить из стены на них целый мир, А за ними вся жизнь, идешь без подсказок, из долгого плена пришел, и не знаешь, наверх или низ. Опять красным светом закрыта дорога, но ждать ты не хочешь, ирешься вперед. Она в середине, а хватит тренкова, что вдруг не проскочишь, и не повесет. Солнце, ты где? Пусть освети мне, дай мне найти себя. Солнце, ты где? Пусть освети мне, дай мне найти себя. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Заброшенный город, утраченный пень, Из нескольких зон, выбираешь свое, Но все же, надеешься, будут ступеней, Ты эти прошел, и придется еще. Возьми ярких красок, раскрасить из стены на них целый мир, А за ними вся жизнь, идешь без подсказок, из долгого плена, Пришел бы, не знаешь, наверх или низ. Солнце, ты где? Пусть освети мне, дай мне найти себя. Солнце, ты где? Пусть освети мне, дай мне найти себя. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Субтитры создавал DimaTorzok